С развитием общества появилось много серьезных проблем, требующих решения. Если бы вы 200 лет назад спросили, как переместить несколько тысяч килограммов земли за день, вас бы приняли за безумцы. Но теперь есть специальные машины специально для этого. И они невероятно огромные. Будь то транспорт, который перевозит ракеты, или крупнейшие водяные колеса. И вот одни из самых мощных тяжелых машин в мире. Двойной самолет Я знаю, о чем вы думаете, но нет, это не фотография самолета, которую я отзеркалил в фотошопе. Это реальный самолет Stratolunch, и у него необычная задача. Этот монстр выглядит так, будто два самолета поменьше сцепили скотчем, и это правда. Ладно, может обошлось без скотча, но машина в основном состоит из двух списанных Боингов 747. Как можно догадаться, из-за этого размах крыльев у него стал почти в два раза больше, чем у Боинга, и составляет целых 117 метров. Это длиннее стандартного футбольного поля, и с ним не сравнится ни один пассажирский самолет. А чтобы безопасно взлетать и приземляться, этот гигант имеет 28 колес, и с этим уже не сравнится ни один грузовик. Также он весит 580 тонн, в пять раз тяжелее синего кита, и удивительно, что он вообще летает. Из-за такого огромного веса Stratolunch оснащен шестью мощными реактивными двигателями, хотя у коммерческих самолетов их два или четыре. Stratolunch требуется всего один пилот и помощник, сидящий в правом фюзеляже. Для чего же нужен этот самолет? Можно назвать Stratolunch этаким такси, но вместо туристов, которые не могут отыскать Эйфелеву башню, он отправляет шаттлы прямо в космос. Самолет предназначен для перевозки космических кораблей под брюхом на высоте свыше 74 тысяч километров. Оттуда ракета может взлететь с судна и отправиться дальше, хотя его все еще тестируют. Этот метод запуска имеет несколько преимуществ по сравнению с традиционным. Во-первых, Stratolunch может взлетать даже в плохую погоду. А во-вторых, благодаря такой поездке на космическом такси ракеты могут перевозить менее летучее топливо. Stratolunch способен нести на себе груз весом 249 с лишним тонн, а этого достаточно, чтобы перенести двухэтажный автобус. Точнее, чтобы перенести 20. Но как обычно, ждешь автобус в космосе 10 минут, а потом сразу приходят 20. Внушительная Берта Это большая Берта. Крупнейшая буровая машина. Это такие гигантские колючие дрели, которые вращаются в земле, прорывая туннели. Берта работала над туннелем шоссе 99 в Сиэтле длиной 3 километра между Сода и Саут-Лейк-Юнион. Разумеется, для такой работы нужна большая сила. И если говорить о размере и весе, то с Бертой мало что может сравниться. Длиной 99 метров и 17 метров в диаметре. Она в длину как Биг Бен, а в ширину как два автобуса. А еще Берта весит невообразимые 6700 тонн. Почти в 10 раз тяжелее статуи Христа-Искупителя в Бразилии. Так что она в два раза больше других машин для бурения, вроде аппарата с чудесным названием «Изумрудный крот». Конечно, все это обошлось недешево. По подсчетам, старушку построили за 80 миллионов долларов. Она такая большая и сложная, что детали для нее создавали на специальной фабрике в Японии. А потом отправили 41 часть в Сиэтл. Так как ее трудно перемещать, Берту построили сразу же лицом к будущему туннелю. Она начала работу в 2013 году, но, несмотря на размер, вырыла туннель только за 4 года. Дело в том, что режущая головка в передней части вращалась со скоростью одного оборота в минуту, измельчая землю, а затем отправляя ее по конвейеру через остальную часть установки и очищая путь. По мере продвижения в образовавшийся туннель вставлялись огромные цементные кольца, а несколько гидравлических цистерн толкали новые кольца, продвигая всю конструкцию вперед. Процесс замедлили, чтобы не было внезапных движений, которые бы сотрясли весь Сиэтл наверху. Так что Берта продвигалась медленно, но верно прорывая туннель, и к 2017 году, прорыв 2,8 км и 1,5 млн тонн земли, она завершила работу. По оценкам, новый туннель-шоссе может принять 110 тысяч автомобилей в день, и всем им нужно благодарить Берту за это. Правда, она этого уже не услышит, потому что, к сожалению, Берту разобрали, а затем расплавили после того, как она завершила рытье туннеля. Ее металл использовали в других машинах, и она живет в них. Знаете, что поднимет настроение? Мои видео. Нажмите на кнопки «Нравится» и подписаться, чтобы не пропускать новые факты и развлечения. Готово? Отлично. Двигаемся дальше. Очень сильный ветер Вам бы хотелось поливать растения быстрее? Тогда позвольте представить сильный ветер. Он польет газон за пару секунд и наверняка уничтожит все дорожки вокруг. Этот танк используется для борьбы с пожарами, которые иначе невозможно потушить. Например, пожары, вызванные разливами легковоспламеняющихся веществ, которые разгорелись бы так, что единственным вариантом было только ждать, когда они потухнут сами. Правда, на самом деле сильный ветер создавали не для этого, а для чистки танков. В частности, советских танков, загрязненных химическим оружием, компоненты которого могут оставаться опасными еще много лет. Но их нелегко уничтожить. Поэтому для этого требуется недюжинная сила. Шасси сильного ветра взяты у старого танка Т-34, и их огромный вес обеспечивает хорошую устойчивость верхней части. Двух реактивных турбин, принадлежавших самолету МиГ-21. Эти двигатели могут поворачиваться и располагаться как башня, которую они заменили, и дают впечатляющую точность, учитывая мощность потока воды. Эта штука похожа на какой-то танк будущего, если честно, и кажется, что он может уничтожить здание. Но он почти может, да. После испытаний сильного ветра и даже после ограничения силы двигателей до 70% максимальной мощности, машина все равно была слишком сильной для своей цели. Сейчас сильный ветер выбрасывает 220 галлонов воды в секунду. Да-да, именно, в секунду. Всего за одну минуту этот монстр может выстрелить водой на тысячу пивных бочек. Кроме того, как подсказывает название, сильный ветер выбрасывает огромное количество воздуха, что идеально для борьбы и с дымом, и с пламенем. Но мне кажется, его зря тратят на пожары. Представьте, если бы он приводил в действие водную горку. Вас бы унесло в другую страну. Очень голодная гусеница Вам нужно свалить груз с души? Или огромный камень с плеч? Тогда компания Caterpillar для вас, ведь она строит одни из самых лучших самосвалов во всем мире. Ее линия 797 существует с 1998 года, но модель F2009 и ее величайшее достижение. Этот огромный карьерный самосвал 15 метров в высоту и 14 в ширину. По сути, это суперкуб на колесах. И этот гигантский куб предназначен для погрузки, перевозки и сброса земли, камней и минералов. Неудивительно, что 797F особенно полезен на стройках, где обычно очень много земли и минералов. Его грузоподъемность составляет 400 американских тонн, или 364 обычных, и он мог бы перевести 60 слонов. Правда, им было бы очень тесно. Эта грузоподъемность на 20 тонн выше, чем у модели 797B, которая тоже была невероятно большая. Кстати, сам 797F весит 623,5 тонны, а это означает, что общий вес грузовика с полной полезной нагрузкой составит почти 986,5 тонн. Чтобы перемещать такой вес, Caterpillar требуется очень мощный двигатель, и поэтому 797F оснащен двигателем на 4000 лошадиных сил. Благодаря ему даже с полной полезной нагрузкой самосвал все равно разгоняется до 62 км в час. Кажется, что это немного. Но не забывайте, что его общий вес равен 6,5 домам. И вообще, передвигаться уже подвиг, а тем более так быстро. Из-за того, что 797F такой тяжелый, его не собрать на одном заводе. Поэтому различные детали создают на одной из шести фабрик, разбросанных по всей Северной Америке. Затем их перевозят к заказчику, для чего обычно требуется 12-13 полуприцепов. Представьте, каково этим прицепам. Я бы чувствовал себя таким слабаком. Кобелко-разрушитель Представьте, что вас вызвали на дуэль. Какое оружие вы бы взяли? Дробовик хороший вариант, а рапира это стильно. А теперь представьте, что на дуэль вас вызвал не человек, а высокое здание. Да, внезапно все это оружие кажется весьма бесполезным. И тут вам понадобится Кобелко СК-3500Д. Возможно, вы знаете о машинах Кобелко благодаря крутой отфотошопленной фотографии ее экскаватора 210, которая стала популярна. К сожалению, потребуется гораздо больше гусениц, чтобы взобраться на такой сложный склон. К счастью, СК-3500Д крутой реальный. Этот гигант предназначен для разрушения фундаментов небоскребов, подлежащих сносу. В общем-то, становится очевидно, что машина очень крутая, когда ее любимая добыча небоскребы. Для разрушения зданий нужна мощь. И 3500Д может быть оснащен различными клешнями или кусачками, с режущей силой в 2716 килоньютонов. А это равносильно сжатию силой, которая больше 276 тонн. Даже моя мама не обнимает меня так сильно на мой день рождения. И это еще не все. Потому что СК-3500Д попал в Книгу рекордов Гиннесса в 2005 году как машина с самой высокой рабочей высотой, составившей 65 метров. Он такой высокий, что может взять Пизанскую башню. Да что там, он такой сильный, что мог бы, наверное, выпрямить ее. Очевидно, что этот разрушитель тяжелый и весит примерно 327 тонн. Неудивительно, что это не самая быстрая машина. Его скорость чуть меньше одного километра в час. Но ему и не нужно быть быстрым. 3500Д оснащен съемными гидравлическими штифтами в критических зонах. И каким бы гигантским он ни был, его можно легко разобрать, когда он закончит работу, и собрать снова в нужном месте для новой задачи. И если 65-метровый аппарат на 330 тонн пролезает в узкие пространства, то нет оправдания тому, что я не влезаю в прошлогодние штаны. КОЛЕСО ЛИФТ Взгляните на удивительное фолкеркское колесо. По-моему, оно выглядит так, будто доктор Дум запустит с его помощью луч смерти. Но я перечитал слишком много комиксов, и они разрушили мой мозг. Хотя оно не стреляет лазером, когда оно вращается достаточно быстро, это колесо впечатляет. Оно находится в шотландском канале Юниан, который вырыли, чтобы соединить два крупнейших города страны – Глазго и Эдинборг. Канал Юниан находится на вершине холма, а каналы Форт Эклайт внизу. До строительства фолкеркского колеса попасть из одного канала в другой было сущим кошмаром. Суда пользовались множеством шлюзов, перемещающих судно с помощью подъема или спуска воды в разных камерах. Это был долгий и трудный процесс, и шлюзы постоянно ломались и вечно требовали тщательного ухода. В 1998 году Шотландия запустила проект Millennium Link на 84 миллиона фунтов. И главным было это колесо – крупнейший в мире лифт для судов. Оно работает так – судно вплывает в один конец колеса, а другой наполнен водой. Потом колесу нужно достаточно силы, чтобы начать вращать подъемник. Всего один толчок, и инерция делает все остальное, доставляя судно в другой канал. Уникальный дизайн требует очень мало энергии. Другие подъемники используют двигатели и перемещают суда в течение всего пути. Чтобы обычный лифт поднял 500 тонн воды на высоту 24 метров, ему нужно потратить 32 киловатт часа энергии. Столько расходует за целый день одно американское домохозяйство. А тут это тратят за 2 минуты. А вот фолкеркское колесо использует всего полтора киловатт часа энергии – менее 20-й части обычного подъемника. Думаю, у меня есть с ним кое-что общее. Если что-то толкает меня в живот, он шевелится несколько часов. Стайгерзавр Псс, хотите грязный разговор? Тогда давайте перейдем к старым добрым фактам о сельском хозяйстве. Если вам нужно испачкаться в земле, то вам поможет линия Case IH-STX Tiger. Эти тракторы используются на американских фермах для вспашки почвы, чтобы посеять семена. Case IH производит широкий ассортимент тракторов – от серии 405 до 682. Цифры означают лошадиные силы в двигателе. И учитывая, какими большими бывают эти машины, числа впечатляют. Одни только колеса таких монстров в ширину 208 см, а весят они по 336 кг. Еще больше впечатляет то, что самые крупные модели можно оснастить гусеницами вместо колес. Они усиливают стабильность и превращают машины в фермерские танки. Почему их никогда не было в растениях против зомби? Благодаря мощным двигателям тракторы могут тащить огромный вес. Например, эти грабли с 18 колесами, которые косят и убирают все лишнее. Case IH испытала свои крутые тракторы в 2005 году, когда STX 500 установил мировой рекорд, вспахав 321 гектар всего за сутки. На 70 гектаров больше, чем предыдущий рекордсмен. И на 112 больше, чем предыдущий рекорд STX. Сейчас самый мощный из коммерчески доступных тракторов в линии Case STX Tiger 620. И он способен на все. Этот здоровяк может весить до 27 с лишним тонн, но может переносить больше собственного веса с максимальной вместимостью 29 тонн. Конечно, такой силач с массой достоинств стоит дорого. И 620 постоянно продают за 600 тысяч долларов. Но согласитесь, он того стоит. Робот-паук Раньше я думал, что расслабляющие прогулки по лесу нравятся только людям. Но, кажется, роботы тоже не прочь пройтись по природе. Нет, это не робот-паук из какого-то нового фильма Марвел. Это ходячий харвестер от Timberjack. Хотя он и правда похож на штуку из комиксов. Timberjack работал над созданием ходячей технологии еще с 80-х. И сначала это была шагающая платформа. С тех пор развитие и инновации технологий позволили сделать этого потрясающего ходячего харвестера. Необычный робот полностью контролируется всего одним джойстиком. И оператор может спокойно сидеть в гироскопической кабине. Примечательно, что датчики в ногах харвестера могут сканировать почву под ними и регулировать походку и давление шагов машины. Длина каждого шага составляет от 30 до 90 сантиметров. И хотя харвестер весит 13 тонн, то есть больше стандартного школьного автобуса в Америке, шесть ног ровно распределяют вес. А вообще, можете представить школьный автобус с ногами вместо колес? Ездить в школу стало бы намного круче. Но помимо необычного вида, в чем же преимущество ног над колесами? Для начала с ними легче передвигаться по неровной местности. Машине с колесами приходится объезжать бревно. А шестиногая машина просто переступает через него. Ноги позволяют вращаться на месте, двигаясь в любом направлении, не поворачиваясь. И сохранять стабильность. Также машины на колесах больше вредят окружающей среде. Например, шины повреждают почву и нередко случайно валят деревья. Если средство с шинами тяжелое, в следах, которые они оставляют, может скапливаться дождевая вода, а это приводит к эрозии почвы. Несмотря на преимущества и то, что прототип Харвестера создали более 10 лет назад, ему надо пройти долгий путь, прежде чем он заменит колеса. Джон Дир, компания, купившая Timberjack в 2000 году, уверена, что при хорошей доработке появится еще больше шагающих машин. Там уже создают ходячие тракторы, лесозаготовители и канальные земснаряды. Может, школьные автобусы с ногами тоже все-таки появятся? Повелитель контейнеров Две головы, может, и лучше одной, но поставим вопрос иначе. Лучше ли три колеса, нежели два? Этот маленький аппарат – погрузчик-комбилифт, и его главное предназначение – перевозка контейнеров в доках и на кораблях. У машины имеются три колеса на шасси, и из-за этого кажется, что у нее есть ноги. Мощные подъемники в верхней части могут захватывать контейнеры, как будто седлая их, а затем перемещают куда нужно. Хотя эта машина выглядит не такой уж и крутой, не стоит обманываться. Погрузчик SC3 такой сильный, что он может поднять 35 тонн. А это, к слову, вес 15 носорогов. Представьте такую картину. Этот факт впечатляет еще больше, если учесть, что сама машина весит 17 тонн. Опорные балки SC3 регулируются и способны увеличиваться более чем в два раза. Благодаря этому погрузчик перевозит контейнер длиной от 6 до 13 метров и поднимается на 9 метров. Представьте тех носорогов, висящих на высоте 9 метров. Эти параметры могут быть еще больше, потому что Комбилифт изготавливает на заказ 98% машин под нужды своих клиентов. Компания создает и машины, которые управляются полностью дистанционно. Как видите, обычные краны намного более громоздкие и неповоротливые, чем погрузчик Комбилифт, который разъезжает по загруженным докам и с легкостью преодолевает узкие места. И он может наворачивать впечатляющие круги, как здесь. Кроме того, относительно легкий погрузчик более экономичен в плане расхода топлива. Теперь я не могу перестать думать о преимуществах такого погрузчика. Сейчас вернусь, я схожу подать патент на машину Гамак. Самоход-снегоход Если бы я попросил вас сдвинуть Эйфелеву башню на час и отбросить ее на несколько метров, вы бы назвали меня сумасшедшим, и я бы вас не винил. Это кажется невозможным, да и вообще странно просить о таком незнакомце на ютубе. Однако, если бы Эйфелева башня была из снега, то это было бы не так невозможно, как кажется. Это Overaassen TV 2200, и это самый мощный самоходный снегоочиститель в мире. Он предназначен для уборки снега с взлетно-посадочных полос, на что всегда интересно смотреть. Взгляните на этого малыша. Машины работают в два этапа. Сначала вращающийся шнек спереди зачерпывает снег, который подается в лопастное колесо, похожее на мощный вентилятор. А ТВ 2200 очень мощный, и его колесо способно отбрасывать снег на 33 метра. Почему именно такие машины нужны для этой работы? Дело в том, что на полосах аэропорта вскапливается очень много снега, ведь это плоские участки земли, которые ничем не защищены. Поэтому Overaassen требуется могучий двигатель на 2200 лошадиных сил. Он удивительно хорошо использует эту мощность и убирает до 12 тысяч тонн снега в час. В чистом весе это как убирать снег высотой с Эйфелеву башню за час. А теперь вспомните, что этот снег выбрасывается на 33 метра от полос, и Overaassen покажется скорее не снегоуборочной техникой, а дальнобойным штурмовым оружием, стреляющим снегом. Это было бы отличное дополнение на вечеринку на день рождения. Главное, чтобы эта штука не похоронила детей заживо. Вот такие крутые машины помогают людям по всему миру. А это я еще не рассказывал про серверные фермы, на которых хранятся все мои видео. Кстати, не забудьте лайкнуть видео и подписаться на канал. А еще расскажите в комментариях, какие из этих машин понравились вам больше всего. Спасибо за просмотр!